Высокоскоростная магистраль Челябинский-Екатеринбург увеличит валовый региональный продукт Южного Урала почти на триллион рублей. Причем прирост ВРП, по прогнозам экспертов, произойдет не после того, как ВСМ начнет работать, а сразу после того, как начнется строительство. Согласно исследованию Центра экономики и инфраструктуры, строительство приведет к стимулированию рынка стройматериалов, девелоперских услуг, а также развитию высокотехнологичных производств. Кроме того, в строительстве скоростных поездов и дороги примут участие южноуральские предприятия. По мнению губернатора Бориса Дубровского, уральские предприятия могут обеспечить 70% компетенции для ВСМ. По прогнозам, ВРП Челябинской области увеличится на 900 миллиардов, а ВРП Свердловской области на 1 триллион 100 миллиардов рублей. Суммарный эффект для двух регионов, которые сейчас стремятся к созданию агломерации, превысит 2,2 триллиона. Объединяются два наиболее близко расположенных друг к другу города-миллионника во всей Российской Федерации. И если сейчас существует отдельно каждая из агломераций с населением чуть более миллиона человек, то в результате создания ВСМ они фактически объединятся в одну с численностью населения более трех миллионов человек. И это сделает данную агломерацию третьей по величине после Московской и Санкт-Петербургской. По проекту длина новой железной дороги Челябинский-Екатеринбург составит 220 километров. Время в пути между конечными пунктами 1 час 10 минут. Закончить проектирование планируется к 2020 году, а построить магистраль к 2024. Продолжение следует...